Добрый день уважаемые подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Герой нашего сегодняшнего короткого обзора белый Fly IQ 434 Era Nano 5. Посмотрим, что же скрывается за этим длинным названием. Краткие технические характеристики. Операционная система Android 4.2.2. Процессор двухъядерный MediaTek MT6571. Поддержка двух сим-карт формата микросим. Встроенная память 512 мегабайт. Пользователю доступно 183 мегабайта. Оперативная память 256 мегабайт. Поддержка карт памяти. Размер экрана 3,5 дюйма. Разрешение 480 на 320 точек. Тип матрицы TN. Сенсор пластик. Интерфейсы microUSB, Bluetooth, Wi-Fi. GPS отсутствует. Камера 1,3 мегапиксела. Аккумулятор 1000 мАч съемный. FM приемник есть. Поддержка 3G отсутствует. Дата выпуска август 2014 года. Сборка и дизайн. Дизайн в стиле бюджетных Samsung. Geo, Yang. То есть никакой. Сборка. Временами трещит и скрипит. Экран. Не могу сказать, что экран плохой. Экран ужасный. Углы обзора минимальны. Разрешение очень низкое. Очень напоминает первые китайские iPhone и Nokia 2010 года. Звук. Я не меломан. Не обладаю музыкальным слухом. Но могу сказать. Звук отвратительный. Прибежащий. Без верхов, без низов. Только одна серединка. Что примечательно. В прошивке предустановлены и вынесены на рабочий стол приложения для чтения книг. И какая-то музыкальная библиотека. Но не читать книги, не слушать музыку. Человек, который ценит свои глаза и уши, просто не станет. Сторонний софт. Его практически нет. Яндекс. Читалка книг. Музыкальная библиотека. Какая-то китайская игрушка. И все. И это не удивительно. В телефоне практически нет свободного места под лишний хлам. Камера. У вас никогда не будет проблем с неправильным фокусом. Лазерная фокусировка. Постфокус. Подумаете вы. Фигня. В этой модели производитель решил использовать беспроигрышную комбинацию. Камера 1,3 мегапиксела. Без вспышки и без автофокуса. Иногда проще нарисовать, чем сфотографировать на это чудо. Камера не работает без карты памяти. Это не удивительно. Места в основной памяти смартфона практически нет. Передняя камера для селфи и скайпа отсутствует. Любителям цифр. Я два раза запускал Antutu Benchmark для чистоты эксперимента. И оба раза результат был один и тот же. Приложение зависает и вылетает на 3D-тесте. Вывод. Я понимаю, что смартфон был выпущен в 2014 году. Я не понимаю одного, для кого он был выпущен. Вообще-то его можно синхронизировать с контактами Gmail аккаунта, выключить и носить с собой как резервный телефон. Благо со звонками он справляется нормально. Можно брать его с собой на рыбалку, на огород, либо пользоваться во время ремонта, когда грязные руки и велика вероятность его уронить. Не очень жалко. На повседневный телефон он не тянет в любом случае. Даже для ребенка он не подойдет. Мало встроенной памяти и, что самое главное, ужасный экран. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До скорых встреч. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует...